всем здравствуйте с вами тони и добро пожаловать на мой канал а это видео я посвящаю уходу за своим прекрасным дендробиумом я называю его королем среди моих орхидей и правда согласитесь какой он интересный экзотичный и яркий я думаю он заслуживает от вас лайки ставьте лайки этому прекрасному дендробиуму а я продолжаю о нем рассказывать дальше этот дендробиум у меня появился два года назад и приобрела я его в местном цветочном магазине так называемой отцветашкой у него была бирка вот здесь стояла бирка на которой был нарисован сиреневый дендробиум также продавались белые дендробиумы и продавец мне говорит да он будет цвести сиреневым цветом и очень красивым ярким потому что есть вот бледненькие такие сиреневые а мой получился вот такой красивый яркий приобрела я его очень недорого в три раза дешевле чем стоил цветущий экземпляр и вот с этого момента он растет у меня и посмотрите уже какой куст я отделяла два раза от него прикорневые росты видео у меня кстати есть на канале как я разделяла как как сажала какой субстрат делала для этих деток как они у меня принялись и кстати недавно одна из этих красавиц деточек она уже даже была на бутонах обрела свою хозяйку и уехала в новый дом вот такая история я обязательно вставлю фотографию как выглядел дендробиум два года назад и вы сравните как он пышно разросся дендробиум нобили это орхидея нобили означает благородный это эпифит с симпадиальным типом роста стебель состоит из сегментов которые называются псевдобульбы псевдобульбы у дендробиума толстые псевдобульбы содержат питательные вещества накапливают воду это надземная часть по ней растут листья листья у дендробиума лилейно-ланцетные светло-зеленые когда псевдобульба дорастает до нужной высоты образуется стоп-лист вот он стоп-лист осенью мой дендробиум с отсветших псевдобульб скидывает листья они желтеют и он их сбрасывает но не все вот местами по несколько штук с одной псевдобульбы он сбрасывает а это псевдобульба кстати которая была при покупке это самая старая которая его питает и вот здесь видно вон еще одна она наклонилась видите я его стягиваю вот такими это я покупала фикс прайсе покупала такую шторку для ванной и здесь вот такие были в запасе пластиковые держатели для этой шторки я их очень успешно применила также я применяю успешно хомутики вот как видите хомутиками его связала чтобы получился такой кустик аккуратный и не раскидистый потому что вы посмотрите как он разросся просто невероятно с учетом что я уже его разделяла цветы у дендробиума ароматные очень ароматные в первой половине дня они пахнут фруктами немного цитрусовые нотки я чувствую и такие цветочные немного похожи на гиацинты но аромат очень деликатный и ненавязчивый очень нежный приятный который не раздражает цветы у дендробиума бывают желтого белого цвета бывают несколько цветов вот как мой посмотрите здесь желтый присутствует белый и сиреневый окрас у цветов примерно цветение дендробиума длится ну около месяца он точно держит свой свои цветы и сейчас я вам покажу как выглядят бутоны вот бутоны так сейчас на свет видите он выпускает вот один бутон который распределяется потом разделяется на две части и получается вот такое соцветие интересное освещение освещение он любят светлое но без прямых солнечных лучей растет он у меня с октября по май на восточном подоконнике а потом я переселяю его на улицу и он прекрасно себя чувствует под навесом с южной стороны главное что повторюсь без прямых солнечных лучей субстрат субстрат у моего дендробиума я сразу его пересадила после покупки был у меня тогда грунт из фикс прайса для орхидель там был торф и была кора но кора была такая знаете как продают такую некачественную как щепа ужасная была кора поэтому я дополнила этот грунт вот такой крупной хорошей качественной сосновой корой добавила где-то в него процентов еще 30 растет он у меня прозрачном горшке я люблю прозрачные горшки чтобы наблюдать за корневой системой вот смотрите за два года вот так он обрастает и я думаю еще год точно ему не будет требоваться пересадка потому что это емкости ему достаточно он прекрасно себя чувствует дренаж я не использую ни керамзит не пенопласт так как грунт и так сам по себе рыхлый с корой и прекрасно пропускает воду кстати я хочу вернуться к тому как он размножается он начинает после цветения у него нет такого яркого периода покоя период покоя у него он все равно наращивает корни потом после цветения когда он немного отдохнул он начинает выгонять прикорневые росты и вот я хочу отметить такой момент что прикорневые росты он выгоняет с той стороны я заметила по своим наблюдениям как он стоит к свету поэтому для симметрии я его теперь поверну вот этой стороной x к свету чтобы он вот отсюда начал выгонять прикорневые росты еще дендробиум наращивает кейки но как говорят что это при небольших погрешностях в уходе по идее он должен выгонять только бутоны и если он выгоняет кейки на псевдобульбах значит где-то погрешность либо в удобрениях либо не было нужного перепада температур для этого растения летом он у меня тоже нарастил одну один кейк кейк это переводится детка дендробиума и чтобы она не отнимала у него силы я ее просто удалила я знаю что их укореняют люди но я ни разу не пробовала это делать я просто не даю им расти вот она у меня за все время один раз выросла у него на псевдобульбе я сажаю только отделяю прикорневые росты они успешно укореняются они успешно растут и даже зацветают поэтому кейки я удаляю чтобы просто не тянули из него лишние силы по цветению цветению дендробиуму дендробиума нужен перепад температур чтобы заложились бутоны он прекрасно и закладывает когда он растет у меня под навесом там идеальный перепад температур который ему нужен а это 5-7 градусов минимум вот такой перепад у нас тепло я в краснодарском крае живу поэтому в октябре у нас еще нет ни заморозков ну то есть если у вас уже где вы живете в районе в крае заморозки то конечно не стоит держать до такого поэтому в начале октября своем крае я его убираю и хочу еще раз уточнить по температурам то есть не 5-7 градусов на градусники должно показывать а именно разность температур считается 20 градусов например днем и 15 градусов вечером именно разность температуры в 5-7 градусов в этот диапазон идет закладка бутонов у дендробиума как правило это весна и осень межсезонья самое пышное цветение выдает дендробиум именно после весны либо после осенних перепадов вот полив вот к поливу надо кстати отнестись очень ответственно потому что дендробиум очень негативно реагирует на залив у него и так достаточно влаги и питательных веществ его псевдобульбах поэтому его лучше пересушить не долить чем залить и создать ему болото да у меня здесь конечно добавлен торф в этом грунте был но ничего страшного я регулирую ему этот полив летом я поливаю его методом погружения беру чистую воду отстоявшуюся несколько дней либо дождевую ставлю его в емкость побольше проливаю по краю и вот так держу в воде минут 10 когда хорошо пропитается кора вынимаю вода стекает я его возвращаю обратно в горшок если вода скапливается в поддоне оставшаяся все равно она будет постепенно стекать воду обязательно удаляю зимой зимой я поливаю после полной просушки грунта просто поливаю по краю лишнюю воду сливаю воду использую теплую и желательно поливать зимой с утра первой половине дня в летнее время дендробиум я опрыскиваю ему это нравится использую для опрыскивания чистую воду комнатной температуры опрыскиваю утром или вечером в идеале это делать и утром и вечером удобрения удобрения я вообще не заморачиваюсь я использую архит для орхидеи удобрения могу даже для фиалок использовать главное чтобы они были для цветущих растений можно конечно разделить удобрения когда он наращивает рост и то есть он отцвел и начинает наращивать прикорневые рост и можно использовать для декоративно-лиственных там преимущественно содержание азота выше а когда он закладывает бутоны можно использовать для цветущих растений но я повторюсь я не заморачиваюсь и поливаю его удобряю его удобрением для орхидей у меня удобрение я покупала фикс прайсе часто его показываю да можно любым для орхидеи удобрять ведь это орхидея там все сбалансировано и он главное не перекормить удобряю раз в месяц и в период покоя стараюсь его не удобрять делаю перерыв вот он отсветет я сделаю перерыв и как он начинает выгонять прикорневые росты я начинаю его удобрять раз в месяц ну все я надеюсь что я рассказала все о своем дендробиуме рада что вы были со мной благодарю что вы посмотрели видео до конца если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока пока